Добро пожаловать, дорогие друзья! Мы с вами начали новую главу в игрушке Sims 3, мы начали там новую жизнь наших персонажей, но совсем недавно вышло новое дополнение к игрушке Sims 4, вы очень просили его посмотреть, ну и, конечно же, я не могу его не посмотреть. Это дополнение касается детской, стоит оно, по-моему, 500 рублей в оригине, поэтому, кому будет интересно, можете туда заглянуть и его прикупить. Конечно же, Симса в третьих мы не будем с вами забывать, но, знаете, хочется иногда и в четвертых поиграть, и в третьих, и я надеюсь, что вы будете не против. Насколько я помню, мы в прошлой серии с вами закончили наш домик, в общем, вот он у нас такой вышел, и я бы хотела сегодня действительно с этим нашим новым дополнением переделать нашу детскую, вообще посмотреть, что у нас там появились за интересные плюшки в этой игре, в этом допе, и заодно, конечно, переделать нашу детскую. Давайте посмотрим, что у нас тут есть такого. Так, смотрите, значит, у нас сейчас общая детская, и я бы, честно говоря, пожертвовала, наверное, нашим балконом. Я вот думаю, чем бы еще пожертвовать, чтобы увеличить немножко эту комнату, а заодно мы с вами бы могли, значит, увеличить наши детские. То есть сделаем две отдельные для мальчика и для девочки. Пока что у меня в голове не укладывается, как мы это сделаем, но я думаю, что мы же с вами, ребятки, смешленые, и у нас все получится, потому что у нас, как вы видите, здесь... Хотя, смотрите, можно здесь расширить. У нас тут что идет? У нас идет кухня. Я, конечно, бы не хотела, мне так нравится, как она выглядит. Но можем расширить кухню немножко. Давайте попробуем сейчас это сделать. Так, где у нас режим стоит? Знаете, вот когда переключаешься из одного режима в другой, начинаешь уже немножко путаться, где какая кнопка за что отвечает. Так, ну что, давайте стенки немножко расширим. Так, сделаем хоп. Оп, готово. Здесь у нас, получается, пустая часть. Нужно поднять стеночки. Мы сделаем и так. И, наверное... Так, где у нас вот эту штуку, куда мы можем с вами переместить? Я никуда не можем. Вот сюда можем, да? Ну, давайте у нас здесь будет такой вот диванчик стоять. Сюда мы перенесем нашего игрушечного... Ты кто такой вообще? Ты носорог, по-моему. И, я думаю, можно как бы тут перенести. Нет, не тебя мы хотим переносить. А я хочу именно вот эту стенку. А мы ее не можем, да, расширить? Печалька. Хотя мы можем сделать хоп. И теперь, наверное... А, нет, дверь тут пусть стоит. Нам, наверное, придется убрать вот эти стеклянные перегородки сейчас с вами. Так, где у нас стеночки? Стеночки. Давайте уберем хоп. Это тоже уберем. И сейчас у нас, надеюсь, получится наш... Наша задумка. Нет, не хочет, друзья. Я думаю, что мы тогда сейчас вручную уберем здесь стенку. Я вообще хочу все здесь поудалять. Хоть мне и нравится это детское, но мы же хотим с вами посмотреть, что у нас тут за новое обновление. Поэтому я предлагаю все поудалять. В крайнем случае, если, конечно, обновление кажется не таким интересным, как мы ожидаем, мы всегда можем все вернуть примерно в то состояние, с которого мы начинали. Я думаю, что комнаты можно действительно поделить пополам. Я, допустим, хочу сейчас вот здесь убрать, видите, вход. Можно здесь одну дверцу поставить, здесь, допустим, другую. И как-то вот там зигзагообразно разделить. Они будут не очень большие, но, в принципе... А у меня еще одна, кстати, идея появилась, друзья. Я думаю, что я вам сейчас ее покажу. Ну что, приступаем к постройке новой детской для наших дорогих детишек. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok